Привет-привет, рыбы! Это прогноз для вас на неделю с 3 по 9 июня. Будем смотреть с вами на картах Таро три подсказочки, три события. Также мы посмотрим на маккартах семья, ваши взаимоотношения на этой неделе. И у Оракула Ренормана мы спросим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в данный период. Что ж, давайте посмотрим, что приготовила для вас эта уникальная, неповторимая, удивительная неделя вашей жизни. Какие события будут входить? Семерка Пентакли. Семерка Пентакли – это время ожидания, когда вы ждете какого-то сообщения, письма, каких-то денег. Может быть, вы ждете какого-то человека, может быть, вы ждете каких-то финансов или роста ваших инвестиций. Смотря чем вы занимаетесь и как ваша жизнь сейчас устроена. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Момент ожидания чего-то или кого-то присутствует на этой неделе. Ой, сама карта вылетела. Это тройка Пентакли. Может быть, кто-то ждет хорошего предложения по работе. Зная в себе, что вы специалист, что вы профессионал своего дела, вы ждете этого предложения по работе, и оно, возможно, настанет. Посмотрим дальше. Кто-то ждет хорошей оценки за свою работу. Ну, когда вас похвалили за какой-то выполненный проект, за какие-то задачи, которые вы брали на себя. Кто-то, может быть, ждет оплаты за свою работу от клиента. То есть, может быть, вы ждете какого-то обучения, которое позволит вам выйти на новый уровень квалификации ваших профессиональных навыков. Ну, давайте посмотрим, что дальше. Дождетесь или не дождетесь? Вот в чем вопрос. Влюбленные. Влюбленные. Ну, конечно же, дождетесь. Влюбленные. 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 Кто-то совершает судьбоносную куплю-продажу недвижимости, автомобиля или чего-то еще крупного в вашей жизни. Кто-то заключает действительно ценный контракт с клиентом, с работодателем. Может быть, это какая-то коллаборация в вашей жизни. Но это все по сердцу. Это то, к чему стремилась ваша душа. К этому расширению. И вы его дожидаетесь на этой неделе. А это самое главное. Дальше вы за вами. Смотрим, что ждет вас во взаимоотношениях на этой неделе. Дальше приятные хлопоты. Это, может быть, вы отправитесь в места своего детства. Если вы в том возрасте, когда у вас есть дети или внуки, то это приятное времяпрепровождение с ними. Возможно, они уже приедут к вам на каникулы или приедут просто погостить в гости. Это взаимоотношения, это же не только наши партнеры. Но и в партнерах это теплое отношение, когда мы бережем друг друга, когда мы накапливаем моменты радости и счастья быть вместе. Но отношения это у нас и дети, и родители, и наши родные, наши друзья, коллеги по работе, партнеры по бизнесу, вообще люди, с которыми мы общаемся. И здесь такой равный энергообмен, такое теплое общение, когда нам есть чем поделиться, нам есть у кого поучиться. И вот именно это будет заботить вас в эти дни. Может быть, какие-то возвращения друзей из прошлого, людей, с которыми вас связывают приятные воспоминания. И вы встретитесь с ними или созвонитесь, и у вас будет очень душевное и теплое отношение. Поэтому наполняйтесь любовью, искренностью, новыми моментами и радостями с теми людьми, которые вам дороги на этой неделе. Это прекрасное время. Смотрим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание на этой неделе. Ого! Ну, здесь очень много событий, карт выпало огромное количество. Наверное, здесь будет задействована не одна сфера жизни. Но давайте всё-таки сосредоточимся на одной карте. Луна действительно может быть... Я вам сказала, да, что на этой неделе у нас новолуние, 6 июня. И луна может символизировать, опять-таки, когда один цикл заканчивается, и другой сразу начинается. Что-то вы завершите, и начнёте одновременно другое. Также это может показывать на то, что у вас может быть перепады настроения на этой неделе, потому что новолуние у нас практически в середине, да, и 3 дня до, и 3 дня после может быть такой расколбас, когда могут быть сомнения, тревоги, когда вы хотите сегодня смеяться, а завтра плакать, когда у вас вырабатывается бешеная интуиция, когда вы можете предчувствовать какие-то события, знать, как люди поступят, да, что они скажут. Вообще действовать из интуиции и обрести расширение своих возможностей. Поэтому вот обратите внимание, в первую очередь, на свои эмоции, на это буйство красок, куда вас заносит на этой неделе, чего вы хотите, о чём тревожитесь, в чём сомневаетесь, и дайте выход этим эмоциям, и вы почувствуете вкус жизни, вы почувствуете, как что-то вы можете отпустить в своей жизни, то, что уже не нужно, и вы почувствуете жгучее желание что-то начать. Начинайте. Что ж, дорогие мои, вот такая у вас интересная неделя, а я благодарю вас за просмотр, за лайк, за ваши комментарии, и прощаюсь с вами до следующей недели. Пока-пока.